Друзья, всем привет и всех поздравляю с масленицей! И сегодня покажу, как можно классно и интересно свернуть блины с начинкой тремя разными способами. Итак, способ первый называется мешочек. Мы просто кладем начинку в центр блинчика и загибаем края сверху. Дальше для удобства их можно зафиксировать зубочисткой. Потом берем что-нибудь съедобное, длинное и прочное, например, стебель зеленого лука или саркосичка и завязываем наш мешочек. Вынимаем зубочистку и подаем. А теперь покажу вам еще один очень интересный способ, и это будет блин-конфетка. Выкладываем начинку ровной полосой на одну сторону блина, немного отступаем от краев. Затем аккуратно сворачиваем блин не очень тугой трубочкой и завязываем концы. Здесь тоже можно использовать зеленый лук, но я все-таки рекомендую взять именно саркосичка, потому что он не рвется. Если же у вас начинка сладкая, то можно использовать какие-то мармеладные полоски, они тоже достаточно прочные. И третьим вариантом у нас будут бочонки из блина. Но здесь начинка выкладывается не внутрь блинчика, а на него. Берем блинчик и сворачиваем его в очень тугую трубочку. Затем эту трубочку нарезаем на кусочки. У нас получаются вот такие вот роллы или блинные бочонки. И теперь каждый бочонок обвязываем сыром косичкой или зеленым луком, здесь кому как больше нравится, для того, чтобы они не развернулись. Кстати говоря, блинчик перед тем, как вы будете сворачивать его трубочкой, можно чем-нибудь смазать. Ну, например, сметаной или каким-то творожным сыром. И теперь ставим наши бочонки вертикально на тарелочку и сверху выкладываем начинку. Мне кажется, к ним идеально подойдет красная икра. Вот такие классные способы у нас получились. Всех еще раз поздравляю с масленицей и желаю вам весело и приятно провести эту неделю. Приятного всем аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok